Такого глаза еще не было на Евровидении, понимаешь? Он из всех участников этого хотел больше всего. Он великий оратор. Ну, вообще, в этом году будет очень интересный конкурс, да? Особенно мне радует певица из России. Если честно, мне ее жалко. Там люди кревятся и собаки гавкают. Ну, инвалид, ну и что? Послушали и забыли. Имея одного артиста, ты не построишь серьезный бизнес. Я работаю и с Николаем Басковым, и с Никитой Алексеевым, и Софией Ротарой, и с Ириной Билов. Ты ебнулся? Ты вообще кому написал эти песни? Она тебе ничего не даст. Так музыка придумывается, да? Ребята, кто вы, че? Да это вообще хитяра. Если Меловин победит на Евровидении, если, это можно будет считать их общей победой с Мерлином Мэнсоном? Я понимаю, что есть сравнения некие. Знаешь, всегда можно найти какие-то вопросы, в плане имиджа звука ноты я искренне желаю мэловину очень достойно выступить и не думать про победу потому что для него самое главное событие в его жизни что это то что он попал на этот телевизионный конкурс вот он из всех участников этого хотел больше всего а как это понять когда ты на кон ставишь все до свою жизнь свою судьбу свое время свое здоровье то есть ты посвящаешь себя только этому и больше ничего нет в твоей жизни вот это было ощутимо у меня были сначала вопросы к этому исполнителю я скажу даже больше он у меня был в списке запасных потому что я считал что песня которая была в этом году слабее чем та которая была в прошлом году когда видел это человека в работе я понял что это в первую очередь артист и дарит свое творчество вот этим девочкам которые влюбляются в него он им горит какие-то заклинания вот они готовы там переписать все и квартиру и дачу и машину вот умеет человек работать с публикой то есть он он великий оратор вот и в этом его огромный плюс то есть он проработал вот так вот год собрал собственно то количество людей которые за него проголосовал в этом году и создал эту путевку а сумеет ли это он ораторские свои способности успеть реализовать на сцене это это уже знаешь для меня все конкурсы равидния я в нем участвовал два раза как композитор и два раза мои песни привозили четвертые места странам это украина и беларусь потом я прекратил заниматься написанием песен для этого конкурса это принципиально имена нет это я просто это знак больше не надо четыре раз четыре два хватит я за ним долгое время следил за этим конкурсом ввел свои таблицы мне вот интерес свои таблицы чего таблицы люди отвел как бы из порядок кто мне нравится то я там создался и пятерки десятки и тройки и двойки ну мне это было просто интересно иногда попадал вот но я бы наверное не согласился быть музыкальным продюсером этого отбора если бы я не почувствовал что у этого конкурса меняется вектор очень сильно если раньше это были какие-то такие песни штамп и их так называют даст стандарт шаблон шведы там и т.д. и т.п. которые двигают эту музыку она и что он такая более шведская то что побеждает на евровидении вот хорошее качество поп-музыка последние года два когда вот победила джамала а потом победил собрал вот я по что вектор меняется то есть люди начинают музыки что-то понимать и начинают ее как-то анализировать слушать не просто так да не просто фон который там стоит атмосферу настроения а глобальная музыка но все-таки победит ли я понимаю что это никто не знает хотя кстати сейчас уже есть прогнозы букмекеров уже есть знакомился с ними конечно вот 23 место не 20 уже уже 20 мы ползем потихоньку вверх я тебе скажу это неплохо но это еще не часто на твоей практике ошибаются ошибаются часто но когда вот ныряют в те места там я всегда мне все-таки больше интересного тройка лидеров всегда кто в тройке кто-то может после десятом не было неинтересно раз что мы ловим двигаться я рад что по мнению букмекеров полуфиналем будет третьим да это тоже хорошо вот до 15 как-то доберемся то есть но у нас нет задачи в этом году побеждать задача вообще это конкурс это чтобы страна представила качественного хорошего кандидата я считаю что у него прекрасный номер с песни осмирился потому что его работа на сцене делает эту песню то есть вот когда споришь в комплексе есть номер есть артист и есть песня то есть это полноценное концертное хорошее выступление да эта песня не станет а мега хитом там каким-то мега шлягером это хорошее должно быть качественное выступление с его стороны вот я в этом не сомневаюсь он показал свои басовские качества еще на сборочном я то есть он меня этим убедил для него не будет страшно выйти на такую многомиллионную публику это серьезная площадка то есть там уже позовути обосраться и потерять сознание ну я знаю разные случаи то есть это это тяжело от абсолютно подготовленный человек ну вообще это будет очень интересный конкурс до учитывая что уже очень много интриг особенно мне радует певица из россии радует до радует ну имеется что я знаю в россии очень много есть качественных артистов и почему именно выбор впал на этого участника не понимаю но такова стратегия наверное эрнсту это виднее как бы он каша гений а в плане кандидатур к этому вера какой-то есть в этом ход ну сейчас мне и жалко эту девушку ну по-доброму потому что ну она абсолютно четко понимает как она поет она про свой уровень подготовки да но тем не менее как бы она смело идет на этот шаг и ну ее песню сильно в соцсетях критиковали сказали что он там злоупотребляет автотюном конечно то чувствуется что они там очень неграмотно подобран состав бэквокалистов просто очень бездарно потому что для того чтобы у тебя был твой бег состав это нужно чтобы тембра бэк вокалистов не мешали твоему твоему тембру и они не могли не могут быть доминирующими да потому что у певицы очень такой узенький тембрик понимаешь соответственно нужно под нее такие же узенький эйбек вокалы которые могут как-то показать краску этого вокала какая есть до данном случае это просто хор понимаешь и внутри него просто кто-то гадит вот так вот гадит знаешь и это и бьет по ушам и это судно со сетях это все слышим и там люди кривятся и собаки гавкают там уже разные эти снимают смешные ролики но это работало того кто кто собственно занимается этим артистом и кто россия давит на жалость да ну я думаю да коляска это какой-то народ ход то есть ход хотя европа она ну инвалиды ну и что у них тоже много инвалидов их это не трогает абсолютно это как-то вот нам это близко да вот мы что инвалиды там живут хорошо как и какие все нормальные люди то есть они обеспечены у них есть льготы и привилегии и есть или талантливые инвалиды то что стал инвалидом это такова судьба понимаешь как может быть жалость но такова судьба такой путь человека это карма ну как хочет называет я как бы не злорадствую но так бывает жалко по-доброму но жалость это не самое хорошее качество то есть я к желаю и удачи но но это такой очень для меня опасный вариант мы упомянули такую штуку как автотем это вообще распространенная история как это сейчас называется мелодай спектрально дать он раскрывает частоты достает не хватает то есть можно там и ферменты разные расширять и ну то есть там прямо как картину рисуешь собаку записал и можно собаке такого накрутить ну понятно что это будет смешно но но это возможно вот и сегодня петь чистое будешь фальшиво почистим какой процент исполнители используют самая мелодайн все сто процентов да это все времени немного занимает это быстро все делается но тогда это красиво зачем никогда не работал с исполнителями которые не используют нет я когда-то сам пел и не было так это таки еще промыть все писали на пленку продам и делали 98 дублей чтобы спеть две два слова понимаешь а сейчас раз и все и поехали дальше экономия времени просто как-то оцениваешь композицию нет и берзилай израильтянки до который проучит собственно первое место ну она она у меня 2 но это в моей моем списке кто первое с тонко с тонко но я честно когда посмотрел нет то я не знал естественно ее никогда не видел но музыка совершенно с первого раза заводящая и фриковость и и веселая по сравнению с фриковостью но грустной мелвина мне кажется вот туда правильно сделали ставку израильтяне вообще вот вот эта фриковость в евровидении наш прослеживается да там верка сердючка понимаешь но это уже было это вторично это же мало это первично да но такого глаза еще не было на их хите понимаешь мы борода когда-то у женщины было да была женщина с бородой вот просто большая женщина абсолютно с такой странной формой телосложения и такая вот на как это такая вся неправильная вот это кукареку там в этой песне я и напеть эту песню не могу да она заводная она цепляет но вот это заши послушали и забыли понимаешь все то есть она не остается в то есть смотреть это наверно интересно слушать мне это менее интересно смотри да она теперь интересно выступает такая у нее такие странные движения смешной вот но песни это это тоже не хит да это такое просто наш вот всплеск какой-то какой-то бурной эмоции у всех такой восторг а прошел час а напоете эту песню никто не напоет в отличие от верки сердючки например конечно хотя да и да даже маловина можно напеть окей а все-таки ну то есть ставить на фрика в стране выгодно вот когда ты отправляешь а страна отправляет артиста на его видение лучше все-таки сделать я так понимаю ставку на самуилову с коляской но все же свои стратегии понимаешь кто-то кто-то мыслит так как ты сейчас говоришь да это продумывают конечно да это все продумано вот все продумано эти эти зубы не всегда я отличал что есть какие-то продуманные штуки на которые ты ведешься и потом ты на них попадая женщина с бородой мальчик с глазом там кукареку там фины которые были когда просто кида но это все было вот почему игры что вот джамала и тнр благодаря такой кости миладзе да гениальному который уже мало вообще был совершенно другой выбор в том году когда она представляла украину но она показала несколько вариантов песен и на эту песню обратил внимание кости миландзе то есть он сказал что это на та песня которая тронет по крайней мере она тронет то есть она она не может остаться незамеченной в ней есть это вот твоя внутренняя душа до твоя боль тут все как бы вот это очень круто передаешь номер джамала он был абсолютно идеальному во всех во всех отношениях и она у тебя до поездки была на первом месте она была на втором месте вот она была на втором месте я я первое место не давал то есть не были какие-то сомнения ну зная евровидение да и в то чем мы сейчас говорим и тут такая песня для меня это меня чуть остановлю хотя она была на мой взгляд одна из самых лучших сыграла то что конкурс все таки довольно политизирован конкурс да он политизированный как бы это уже никто не скрывает в этом есть политика смысл делать конкурсы где нет политики даже вливание денег и есть свои квоты у некоторых стран то есть это такая целая индустрия где много всего происходит не этого не вникает мне это было неинтересно так наблюла больше таки с точки стороны кто и сколько зарабатывает на артисте которая страна отправляет на евровидение это затратные части нет в этом никого абсолютно заработка но если попадаешь там в лидеры и тебя начинаются какие-то турне то возможно какие-то заработки я не знаю ни одного артиста кто кто бы мог заработать на евровидении тогда для чего это все во-первых очень очень старый конкурс да он там сейчас по-моему с 50-х годов он так утянется да ну я как-то по-моему делал целый анализ себя прямо искал лучшие песни этого конкурса я конечно нырнул так глубоко но есть такие праздники православные люди как-то их соблюдают это верни тоже такой праздник который нужно создать музыкальная пасха но иногда открывают новые таланты иногда вот иногда закрывает таланты еще закрывает так жестко что и опять же масса примеров там тоже кончета вюртс после победы нет артиста понимаешь там тоже ларин после победы но нет артиста да давай вспомним кто есть то так вот у него остался до селинди он об очень старые именно да а допустим певица гайта надо по поехал на этот конкурс когда-то от украины она заняла там полу тоже какой-то ниже десяти и человек просто исчез вот там была жуткая депрессия я к зиму лавина говорил об том что конкурс который ты должен принять любой результат потому что если ты вдруг себе нарисовал там какую-то цифру красивую до оказался где-то далеко в другом месте ты должен понимать что это нормально тут нет твоей вины да значит так так сложилось потому что тут нужно быть сильным принимайте такие удары как показывает практика если артист занимает плохое место на евровидении там в конце списка или там последние третье у него что-то меняется в бизнесе за всем этим след прокачки да вот допустим группа оторвальд у них не было и успеха тут какого-то особого да и им еврей не помогло в плане того что о них услышали да но стало ли у них больше концертов тут вопрос порно все решает песня репертуар который исполняет исполнитель то аудитория которая служит такую музыку вот это то что дает деньги артисту короче евровидение это не путевка в большой бизнес в гене абсолютно нет деньги приносят концерт да ты там где ты выступаешь это понятно я имею ввиду что благодаря евровидению и супер много концертов тоже не было нет она проходит все ждут нового года нового участника это вот так они просто меняются же с года в год кто-то теряется навсегда кто-то где там болтается как рыбак еще раз поехал на евровидение понимаешь то есть вот тебе победа зачем дать ему грустно ты все время писал много для телесериалов частности для очень популярных кадетов да не только кадеты и были полные метры и сериалов было у меня штук 10 я к чему что в итоге ты сказал что особо с этого ничего не получил к сожалению да так устроен этот мир здесь тебе ставят условия понимаешь и вот есть такая сумма да есть есть такой контракт вам это интересно мне это неинтересно пошли к другому композитору вот я понимаю что это не приносит больших денег но иногда работа над музыка связаны с фильмами она мечтать отвлекает от обыденной от той музыки которая делала постоянно от песен то есть это совершенно как бы друг другое направление творческая тонкая очень ты смотришь на картинку и ты пытаясь ее замузычить тысячи какие-то краски то есть это такое знаешь вот настоящее творчество но сюда так поглощает иногда хочется кайфовать от от того чем ты занимаешься и вот от этого я получаю огромное эстетическое удовольствие то есть именно работая в кино ты тут себя развиваешь не только там как песенник да то есть ты же мыслишь гораздо шире тут уже включается твоей и консерваторские качества да то есть и нужно будет и музыкальная грамота правильно ты сразу вспоминаешь то чему ты учился да тут начинаешь вспоминать музыку что песни писать сейчас несложно это три аккорда и собственно у тебя мозг работал хорошо в плане там компиляции мелодий знать хорошо гармоническую составляющую гармония это целая математика вот тут включаешь такого математика и начинаешь уже так как метр творить правильные партитуры оркестровки то есть но это интересно но я всегда живу знаешь как я плыву по реке то есть они ничью себе там каких-то приключений они как-то мне сами находят вот ну так всегда было и поэтому если вдруг мне удастся попасть и поработать ну допустим во всем мире над фильмами работает много авторов у каждой своей задачи там 7 секунд твоей музыки в этом сериале это могут быть сумасшедшие деньги если ты работаешь на тот рынок на тот рынок да не на этот она тот есть разные рынки тот смысле западный да да понимаешь там совершенно другие подходы то есть там заинтересован то что ты зарабатывал вот тебе дают такую прекрасную возможность этом же рвешь извиняюсь все на себе чтобы ворваться туда и удивить этими 7 секундами если будет такое предложение я готов буду посоревноваться мне было бы очень интересно какой жанр сериала тебе интереснее всего там не абсолютно все равно то есть я какие музыки многогранны то есть я работаю с николаем басковым и с никитой алексеевым и софи ротару и с ириной билок то есть у меня артисты в разных градусах находятся почти то есть я могу искать под любого да и под молодого и под старого то есть мне это не сложно вопрос желание если мне приятнее с чем приятнее когда это поется да неважно кто это то есть когда это может спеть артист и твои три ноты которые ты написал и ты считаешь и гениальными и их услышит зритель так как ты это себе представил тогда это успех тоже много конечно бывает и было у меня песен которые просто ходили в никуда там наш на как говорят на полках стоят у них это был случай только смешно не знаю так отречемся я еще когда ездил в москву давно это было лет может там 18 назад ну вот я выезжал как за своими кассетами дисками там искал там этих артиста ну так был вот и попал я к одному очень известным продюсеру такой сиосиф пригожин я ему показал альбом 1 певица не хочу горите имя дабы и не обижать и он послушал альбом это же ты ебнулся ты еще кому написал эти песни да это просто это это материал кристина рыбакать вот каждая песня это она просто кому-то дать и песни ты поговори давай что как это же то есть вот это его такие вещи когда просто горит ты просто не с ним артистом поработал то есть она тебе ничего не даст ты отдал ей лучше и это лучшее там где-то будет закопано это бы артист могла бы твои песни дать тебе шире возможности работать с другими исполнителями тоже ну так бывает и но я об этом не жалею но это это мой путь собака это удалось в итоге поработать собака поработать не удалось у меня просто как раз в тот период такой вот это был 90 какой-то 8 год 99 уже появились там песни которые были на слуху они активно ратировались и у меня уже стали искать исполнители вот и вот так я собственно познакомился с михалом и ротару это было счастливой билетной жизни до его вытянув в то время и вся работа была направлена в сторону этого исполнителя но я написал порядка 27 песен это много очень это почти три альбома как вы познакомились после каких обстоятельств очень случайно это я тогда работал у юра никитина в компании мама музыка мне предложил сотрудничество в качестве композитора на его студии дал мне возможность развиваться на своей территории вот она тогда работала с жаном болотом переделала свои старые песни новые аранжировки делать как-то сын я заехал увидел меня я такой парень любила по ночам работать а русло любил по вечерам приезжать к жану болотова и служить вот этим маминой композиции и у меня просто видишь это парень там не там в углу посадили в так вот нашу я и сейчас в углу сижу люблю такие такие вот закоулки и вы это что там за такой у вас там за мальчик сидит то-то с парень сидит взяли на работу какой-то композитор что там себе пишет дарит можно с ним познакомиться ну давайте познакомиться так вот я я зашу сидела они зашли типа пошли покурим вот я даже то не знал кто это ну то есть и не жалует вот познакомься то сын с михауна ротарова как приятно руслан не очень приятно вот вы песни пишете ну пишу да какие песни написаны назвал мотал три тогда мне было там вас уважение я с не поработал певица галина эти песни звучали и он такой да я песню знаю но если вдруг у вас что-то есть для мамы то мы всегда с радостью рассмотрим господи для мамы как что ну и мы тогда я долгое время работать сталиком коровским это мой поэт мы с ним написали практически 99 процентов нашего репертуара вот и я ему позвоню раз слушай я по своим познакомился с сыном все михауны давай мы что-то напишем для нее это просьба как-то так нас не прямо смотивировал там буквально за пару дней мы с ним как-то уже нас блокута набросок куплет припев там уже все 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 мы сели и а я тогда общался с андреем данилка ну уже дружили с андрюши андрей показал первому эту композицию прослушать как тебе говорит ты прямо в годов с точно соня на песню вот в на и даже нас подобное то есть вот так вот я ты уверен то сто процентов показывает я чувствую что вот это и и тогда она пришла я начал за рая с красной шеи как бы показал села так медленно и и она там можно очень быстрее я знаю что куда конечно вот это была наша первая песня за вас на забыть и эта песня вышла у него в альбоме там где все песни матецкого были это была песня единственная моя в этом альбоме я очень не переживал как мой детский к этому отнесется все-таки в его материал и тут какой-то вообще но тогда состоялось моё первое с ним знакомство вот он одобрил песню и с этого понеслось вот прямо как-то был такой период там с двухтысячных до пятого прям и мы очень много сделано материала причем очень много неизданного материала ты смехала такая она любит делать песни знаешь как то что для людей да то что должен полюбить и фан а еще какие-то экспериментальные песни то что возможно никто никогда не услышит ну давай попробуем ты сюда то нравилось делать что такое необычное что экспериментально с не сделали но одна песня вас про выстрела случайно семён горов на не обратил внимание из такой у нас режиссер он снимал мюзикл и ему нужно было к это вот странная песня для сфи михау и никогда показали ему ты песен это гениальная песен она идеально подходит в этот образ прямо боже как вообще все срослось она какая-то по образу как не ведьма какая-то колдунья а песня называется моцарт с припевом моцарта кто-то убил а какие распевки у композиторов при тестировании микрофона раз-два-три все еще канает да у композитора у певцов окей у всех по-разному знаешь кто-то раз-два-три кто-то просто э-а-о и и достаточно коллекционируете такие ну мы коллекционируем на какие-то фишки бывают эмоциональные всплески у артистов они могут там и фрула допустить из матюков это интересно есть такая коллекция матюки раньше было мы брали эти реплики музыку подкладывали под них но это когда еще были молодыми из контакт софия а михауна материлась она может но не злоупотребляет эти история песни калина много уже о ней рассказывал конечно же то есть было задание до сделать чего на роту 2 было не задано работать с таким ответственным заказом вообще вот это было очень мега сложно да я понимал что для меня васюк это всегда останется классикой такой хорошей классикой люблю этого автора и считаю что все что сделать все гениально поэтому перебить такого метра чем-то похожим бессмысленно сделать что-то хуже а какой в этом смысл поэтому мы стали где-то год мучились это случайно просто ехал на работу не тот мотив как-то там не пришел абсолютно может быть где-то его слышал когда-то я это не отрицаю да то есть многие находят в этом же какую-то плагиат да да вот ну нет тара 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 красиво тара тара то есть хорошая секвенция музыка придумывается да ну и ты так тоже будет через то через 2 раза но я еще пою на птичьем языке довела у вас не свой язык многие артисты его обожают кстати меня есть смешная история с песней пьяное солнце алексеева она не звучала в моем исполнении навигасный юнфона и коровский мимо вот так вот я задаю же какие-то какую-то агогику да какие-то крючки для поэтов я вообще не слушаю попсу вообще но на пьяное солнце я сам подсел у нас вообще не было по поводу этой песни никаких там иллюзий что-то хит мы даже переживали что просто как раз тот период у нас очень хорошо зашла песня чего я переделал кавер ирины билок и он зашел в украине очень хорошо и мы понимали что она везде звучит и все радиостанции вас я просят а нам нужно давать вторую песню и мы с олегом водорщиком этому это было коллега у нас прямо был стрём по поводу этой песни мы сейчас дадим и она слабее и это конечно мы просто просадку сделаем и этой песни и это не зайдет и мы решили так на то время еще можно было заходить в россию и туда и так отправили просто чтобы здесь пока не создавать тут как раз червен хорошо звучит а мы в россию отправили случайно и прошло где-то дня три просто начали обрывать телефоны и ему и мне там с европы с русского ребята кто учет это вообще хитяра мой боже да прекрасно отлично мы сейчас и мы такие мы не понимали почему что но вообще а у олега вообще была какая-то песня то такое было свое отношение что песня куда суицидника с каким-то странным текстом на вены пены я сразу же я ни копейки не получил за эту песню просто ноль вообще ноль вот но я знаю что она заработала где-то под на айтюнсе только на айтюнсе где-то под 200 тысяч долларов заработал айтюнс заработали посредники заработали какие-то компании тоже 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 понимаешь там как там когда начинаешь в эту схему заходить то есть там ты всем должен вот но я тоже никогда на песня как ройалти да так называемые много никогда не зарабатывал то есть мне стабильно что-то присылает оттуда и это копейки на самом деле это даже смешно даже не хочется обсуждать это потому что это это очень смешные деньги по сравнению с тем какой ролики получают авторы тоже германии да у меня есть абсолютно неизвестный композитор такой брендон стоун который пишет такую ресторанную музыку для кабаков вот и в германии ему так как она его авторской в кабаках его музыка играет он в портал зарабатывает он мне говорил до 50 тысяч долларов может это лапша но я там не удивлюсь на самом деле потому что ну там у них все очень жестко кабаков много понимаешь у них это все то есть везде каждый кабак учиться что кто-то что у него звучит у нас же как-то это истории взялись но это сейчас это опять тема заглохла никто ничего не проверяет что хотят и крутит а закачка песен это 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 реальные деньги вот поэтому пьяное солнце она нам вот как контент принесло но компания в которой заниматься никитой принесла один персон как компания же деньги вкладывать в артиста поэтому как получилось что еще не заработал ты просто скинул песню вот тебе подарок от меня на вот правда я на этом артисте вообще ничего не заработал вот ну как есть вложения мои да они есть вот вы даже когда-нибудь они не вернут вот но так был построен бизнес и так построен бизнес сейчас что не есть цель заработать да есть цель самореализации реализовать себя там как продюсер реализовать себя как артист и дать помочь реализовать все все структуре себя за счет того что есть такой артист а как право авторы и продюсеры я и человек который занимался никита как продюсер мы всегда ждали чего-то до ждали большего не думать о том что когда он будет зарабатывать что-то в компании приходят отдали людям зарплаты пошли ему костюм сняли ему клип записали там какой-то песни это все расходы понимаешь вот имея одного артиста ты не построишь серьезный бизнес может быть лет через 20 до когда ты уже понимаешь один нужно снимать либо по 40 тысяч долларов а по 4 песен покупать там можно уже если сам написать тогда начинается заработок а пока так как ты выходишь на какой-то уровень а уровень это всегда дорого а в дорого нужно вкладывать деньги вот поэтому пока это вложение до деньги возвращаются но нужно содержать эту всю машину это чтобы наехала дальше если парень композитор молодой хочет начать свой бизнес в этом кто-то посоветуешь ему идти к артистам показывать им свой талант дарить им свое творчество а потом возможно кто-то мы заплатят за это творчество я начинал знаешь как ходил с кассетами до под дыка украина искал там певиц разных таких знаешь на то время какие-то были певицы в 90-е годы да и давал им свои кассеты и и там вот наклеил такую бумажку и там номер телефона если вдруг вам понравится мне никто никогда не позвонил вот так года три ходил за своими песнями и никому не были интересны я потом вообще на этом поставить зачем этим занимаюсь у меня в консерватории театра я в такой фаготис крутой а вот какой-то такой знаешь момент когда тебе кто-то поверил да если первая моя песня мне у меня ее взяли а потом через месяц мне вернули на не заплатили неустойку потому что не взяли было в размере 20 по 10 марок дочь марок немецкий этому первый гонорар за пик с которыми не купили на том моменте по что пора вообще-то завязывать вообще никому это ничего не нужно но вот случай попал просто я в хорошую компанию очень я благодарен богу что я попал тогда к этим ребятам тебя ребят такие они меня конечно а ты мере по полной да то есть я там у них был и композиторы и грузчики охранники и все в одном лице то есть мне дали возможность заниматься мне не было тогда инструментов своих да и сколько инструмент но за это ты должен делать то 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 вот я пошел на уступки но зато мне была возможность научиться сделать аранжировку учиться писать песни и были хорошие ребята рядом вот так я вошел в этот мир что более трудоемкая написать альбом или музыку для фильма но конечно это музыка для фильма но во-первых у тебя сжатые сроки альбом ты можешь писать и год понимаешь а в музыке здесь куда дедлайн понимаешь и это тебя всегда очень сильно вот мне это напрягает очень сильно у нас сроки у нас сроки у нас сдача у нас то а у тебя еще показан вот падает водопад это не может найти это решение как это в музыке да это это время выбивать надо из колеи у меня был неприятный случай до года два назад я практически написал всю музыку но таких таких таким было нужно быстро что они так все надо музыка не нужно мы тут купили другую музыку и зашли просто какой-то файл и есть такой какой-то сайт где это все музыка продается я узнал тоже об этом вот и просто покупаешь себе эти интершумы и собственно то что называется музыкой там тын ты вот такие наши какие-то им этого было достаточно как оказалось а я там прямо разошелся не на шутку там покупал кучу инструментов этнических ну там такая была история русско-турецкая вот такая драматическая картина сериал каждого героя отдельно там как-то искал в звуке но оказалось что это все две ноты собственно вот и вот и герой ну я просто уже сериал идет но там мой саундтрек звучит ну что так я слушаю и понимаю что бизнес очень не формализован то есть нет и так понимаю практики что ли подписание каких-то договоров ответственности все на каком-то слове держится для того чтобы заключать эти договора должен быть хороший юрист который знает закон и знают что ты подписываешь у меня сегодня есть такой юрист которыми даже это мы не подписывать это мы не подписываем и это мы не подписываем и потом ты остался без работы что то есть вот и ты думаешь ладно 2 же 2 же пойдем на встречу то есть ну вот просто мы как-то вот в таком времени живем знаешь мы с этими вот такими ситуациями когда ты подстраиваешь уже под под то что есть даже ты сейчас со своим именем не сейчас я же себе такого не позволяю. Я просто отказываюсь и все. Но я понимаю что это все заром потраченное время, и на выхлопе это не заработок и неровотрепки. Отказываюсь там где интересно. Там где я читаю, но practicing мне нравится. Прикольно, могу поработать. Сейчасми есть интересный заказ. Поэтому когда интересно я включаюсь. Я понимаю, что там небольшие деньги, но это интересно. Это great sport. Есть спорт, это как хобби. Есть спорт и твой смысл жизни. Для меня это просто как хобби подкачать мышцы и поймешь чему это научиться. где-то какие-то звуки новые нарыть в процессе всего этого для своей базы который пригодится на себя нужна вот поэтому это знаешь так вот как такое развлечение за тысячи без точно заплатит слушай давай вернемся к евровидению давай угадаем место меня мало и на давай его попробуем угадать я думаю 14 ты ставишь на 14 да так я новичок я доверюсь тому что букмекера у меня 20 20 да да я за 20 ну давай так 15 но все равно это рядышком потому что я думаю что 14 или 13 может взять алексеев потому что артист известный артист гастролирующий его знают в снг очень хорошо новин это совершенно новое лицо это все-таки голосовать будет страны поэтому думаю что у никиты больше шансов быть впереди этого исполнителя хотя они для меня где-то рядом с хороцией алексеев и Субтитры подогнал «Симон»